приветствую технари в этом видео краткий обзор бюджетного fdm 3d принтера от китайской компании longer 3d это longer lk4 pro на канале уже был обзор младшей версии которую уже сняли с производством посмотрим чем отличается это поехали давайте сначала кратко о виновники данного выпуска и чем он отличается от предыдущей версии снятой с производства было интересно сколько вообще времени может потребоваться для сборки данного бюджетного 3d принтера среднеопытному технарю поэтому засек время на момент выхода видео longer lk4 pro стоит в районе 210 баксов характеристики вкратце дорого стол с боуденом с области печати 220 на 220 на 250 нагрев стола до 100 сопла до 250 градусов сенсорный дисплей 4 и 3 дюйма скорость печати рекомендуемая 60-80 миллиметров в секунду по ссылкам в описании на официального продавца сможете посмотреть о нем информацию подробнее и точную его стоимость здесь та же комплектация как и в снятой с производства версии не шибко богатая но все необходимое для сборки обслуживания и эксплуатации есть в том числе немного филамента для первой тестовой печати все та же рама отличающийся от одноклассников отсутствием пазов с одной стороны на профилях собранная на винтах din 912 высокой прочности надежная механика на колесах open builds с профилями веслот также голова на боудене с хотендом cr10 и экструдером со встроенным датчиком филамента и не очень хорошим обдувом печатаемой модели тот же стол на жестких пружинах и без утеплителя с 4 миллиметровым стеклом и адгезивной пластиковой поверхностью в отличие от предыдущей модели эту гораздо легче собирать в данном случае верхняя часть уже собрана также накинута на балку x голова а это очень упрощает сборку экономит время всего-то нужно нацепить балку на верхнюю часть и прикрутить вверх к низу проверить что все нормально ходит кстати по осям z и x колеса регулировать вообще не пришлось далее установить мотор оси z и винт это удобнее сделать если под балку что-нибудь подставить установить экран как позже выяснилось я поторопился и прикрутил его не так здесь он в отличие от многих 3d принтеров расположен вертикально позже мы еще к нему вернемся далее нужно соединить все разъемы они все подписаны при необходимости воспользоваться стяжками из комплекта установить стекло на стол тут же и дисплей переустановил как положено для крепления стекла используются канцелярские прищепки далее ставим концевик z и регулируем его уровень стол перед этим лучше будет почти до максимума прижать барашками к платформе посмотреть можно под сжатию пружин до максимума ремни можно натянуть если натяжка слабая и можно уже включать принтер подвигать осями проверить парковку и нужно откалибровать зазор между соплом и поверхностью стола лучше это делать с нагревом стола и сопла остается установить катушка держатель а в этой модели он уже крепится сверху и подготовить расходник уже можно печатать что-либо с родной карточки 3d принтера но я предпочитаю подготовить модельку слайсере в данном случае прюша слайсер и пробуем первую печать обычно это конечно же тестовый кубик и понадобилось на все про все до старта первой печати всего-то каких-то полчаса результат первой печати немного позже на пока посмотрим чем же отличается данная модель от предыдущей версии при сборке я пока что увидел только другой дисплей держалку катушки которая устанавливается сверху а не снизу как было раньше еще во первых да можно сказать и в последних это другая электроника в отличие от 32-битной платы на предшествующей модели здесь 8-битная на старой доброй от мяги 2560 но со сменными драйверами на всех осях установлены тихие тимси 2208 экструдер работает на а4988 плата предусматривает подключение управления по вайфай на модуле esp01 видимо на известном проекте esp3d есть дополнительные разъемы для подключения периферии например датчика уровня стола слот для карты памяти уже не сзади а сбоку это гораздо удобнее чем было дисплей как видно подключен здесь по юарт а это значит что он со своим контроллером но каких-то глюков и подвисаний при изменении настроек во время печати не замечено как это было с предыдущей электроникой с бесконтроллерным дисплеем выходит плата менее производительнее но лучше думаю что если как это задумано данной платой настроить считывание файлов через слот дисплея скорее всего проблемы появятся на плате дисплея еще возможно подключение бузера достойно и удобно сделано не какой-то там пластиковый корпуса отштампованные металлические дисплей с хорошим обзором под углом и высококонтрастный всплывающие окна и уведомления отображает с размытием на фоне меню однако красиво меню до безобразия простое и удобно и однако местами мелкий шрифт и темный на темном фоне приходится иногда всматриваться нет пресетов нагрева но нужная температура легко устанавливается удержанием шагом в 10 или 1 градус помимо упомянутых недостатков про которые я рассказывал видео о их решение сюда я бы еще добавил расположение катушка держателя сверху из-за чего пруток трется на входе в пластиковый экструдер решение в сети уже есть это типа направлять или филаментом можно распечатать деталь и установить противоположно сказанному можно отметить что катушка сверху реально экономит место снизу на это в плюс по шумности не сказать что с тихими драйверами принтер стал прям тихим но хоть нет дикого жужжания моторов как это было с драйверами а4988 слышен только шум кулера блока питания а вот что касается результатов печати кубик для первой печати вполне достойно и с размерами все нормально что можно сказать о том что откалибровано и настроено все хорошо данной модели я пытался обнаружить какие-либо артефакты от изменения настроек во время печати на большой скорости но так ничего и незаметно обычно такие артефакты выглядят в виде пропусков и прыщей и высокополигональная арт-модель вышла также вполне достойно что же технаре я думаю нет смысла продолжать мусолить тему и далее будем плавно переходить к следующей части учитывая стоимость данного 3d принтера но он вполне заслуживает внимания как 3d принтер учиться и осваивать 3d печать вполне неплохо я считаю да как и прежде здесь не помешает доработать концевик z как я показывал видео о доработках так как концевик слабкой и со временем он начинает просто врать установить фиксатор жгута проводов на стол чтобы они не перегибались у основания удлинительно слот карт памяти установить хотя по мне и так стало вполне неплохо установка карты памяти теперь сбоку они сзади дотянуться стало проще все те же болячки с обдувом на голове дующим прямо на сопло от чего и температура пляшет все это решается распечатыванием нормальной модели обдува и установкой улитки 5015 без обдува температура держится более-менее стабильно для заядлых мейкеров может показаться слишком вырезанное меню но в чем проблема взять и установить альтернативную прошивку в сети они есть экран можно поменять или в конце концов плату управления с экраном благодарю за просмотр всем добра позитива пока пока